Вы уже рассказали немножко про встречу с Эрдоганом, а можете всё-таки более подробно рассказать, о чём вы с ним обсуждали, про зерновую сделку? Вообще, она ещё в силе? Дойдёт ли зерно и наше удобрение до беднейших стран? Значит, я не знаю, это вот то, что мы говорили на саммите сейчас, и то, что я говорил, это было слышно для прессы? Ну, всё-таки мне тогда придётся повторить. Во-первых, премьер-министр Эрдоган был одним из инициаторов этой сделки. Но ООН был одним из лидеров, который организовал исполнение этой идеи. Значит, на сегодняшний день, на вчерашний или на позавчерашний, из украинских портов вышел 121 корабль. Из 120 кораблей только три было направлено в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Около 35, может быть, уже чуть больше, процентов зерна, вывезенного с территории Украины, пошли в европейские страны, в небедные страны. И уж точно не в беднейшие страны мира. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН. 4,5%. И премьер-министр Эрдоган и наши двусторонние встречи тоже подняли вопрос о том, чтобы всё-таки основной объём этого зерна был направлен в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Но это не от нас зависит. Мы только взяли на себя обязательство организовать вывоз этого зерна. Мы это делаем. Но нужно, чтобы организация объединённых наций и другие, все участники этого процесса, в конце концов, добились той цели, ради которой и был организован вывоз этого зерна. Но генсек, я знаю, это говорю абсолютно искренне, я знаю, что он принимает необходимые усилия, он реально старается это сделать, но пока у него тоже не получается. То же самое касается вывоза наших удобрений. Ну, это вообще беспрецедентно. Это, как говорится, уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии. Просто позорное. Снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран-членов ЕС. Ну, действительно, а как же беднейшие страны мира? Как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? Это что, все, блеф только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками, и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Ну, это просто безобразие. Но надеюсь, что здравого смысла, в конце концов, хватит и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку, будем считать, что это ошибка, недоразумение, и принять правильное решение. То же самое касается и вывоза российских удобрений. Кстати говоря, неплохо бы обратить внимание и на возможности Беларуси. Беларусь – одна из крупнейших стран по производству накаленинных удобрений в мире, но сняли вроде как санкции с наших удобрений. Американцы, кстати, первыми сняли. Американцы вообще прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете, кто вывозит? Украинские, американские компании, они собственники этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они свое зерно и вывозят. Так, поэтому много и, видимо, на этот счет было разговоров. Ну, не важно, а важно то, что удобрения с наших сняли, санкции, но оставили проблемы по фрахту, по страхованию, запрет на заход в наши порты сохранился, из которых зерно вывозят, удобрения вывозят. То есть на переводы финансовых, расчетах финансовых ограничений. Они знают все об этом, знают, все время говорят, да-да-да, проблема, проблема, будем решать. Никто ничего не делает. Надо отдать должное генеральному секретарю ООН, он пытается решить эти проблемы, он в постоянном контакте со всеми участниками этого процесса. Пока у него не все получается. Ну, будем надеяться, что эти переговоры генсека увеличают успехом. Мы-то продадим, мы продаем, и продадим свой товар обязательно, он востребован на рынках. Но если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет. Вот в чем все дело-то. Мы уже, вы слышали, наверное, 300 тысяч тонн примерно скопилось в наших удобрениях в портах европейских стран. Наши компании уже говорят, бесплатно отдадим. Только выпустите, разблокируйте, отдадим в беднейшие страны на развивающейся рынке. Ну, держат до сих пор. Это вообще удивительно. Не хотят, чтобы Россия зарабатывала. Но если мы бесплатно отдаем, мы же на этом не зарабатываем. Чего они делают, я не понимаю. Ради чего вот это все? Болтовня идет о помощи беднейшим странам. А на деле вот что происходит на самом деле. У меня такое впечатление, что вот особенно в европейских странах касается, это бывшие колониальные державы. Но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике. Но время пришло, пора, наконец, сделать определенные выводы и вести себя по-другому, более цивилизованно.